Помещения Латвийского Красного Креста на улице Крышьяна Валдемара уже давно нуждались в ремонте. Серые обои, потолки и пол вызывали ужас не только у работников организации, но и у посетителей. Средств на обновление кабинетов и хотя бы на небольшой косметический ремонт не было. Долгое время приходилось работать в таких условиях. Здесь где-то лет пять назад был анонимный наркологический центр. В том помещении, где медицинский кабинет, там были стены из таких материалов, которые вообще даже бейстами для здоровья. На помощь сотрудникам Красного Креста пришла Даугавпилская профессиональная строительная школа. Учащиеся второго курса под присмотром опытного мастера теперь проходят здесь практику, делая капитальный ремонт помещений. Были потолки в ужасном состоянии, там было в четыре ряда лампы, металлические клеммы, на которых крепились подвесные лампы. Да, вот мы сделали подвесной потолок из пластика. Это ребята научились работать с металлическими профилями, с пластиком. Научились подрезать багет пластиковый устанавливать, ламинатные полы укладывать. Выравнивали стены под покраску. Вот, как видите, низ мы еще не покрасили, белых уже покрашен. И вот мы клеили обои. Для ребят это только первая серьезная практика. Но, как говорит педагог, они отлично справляются за своими обязанностями. Работы здесь еще хватает. Но, скорее всего, уже после Пасхи ремонт будет завершен. А пока сотрудники Красного Креста просят посетителей, нуждающихся в продуктовых европейских пакетах, обращаться либо в другой офис организации на улице 18 ноября, 161, либо в социальный приют на улице Шаура, 23.